МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители. Андрей Львович, наверное, сам Бог велел пригласить вас в нашу тёплую студию, потому что у нас в Люберецком районе все дома тёплые, все социальные учреждения, детские сады, школы, больницы тёплые, но на улице мороз. Вопрос, наверное, первый, наводящий. Большое ли хозяйство на плечах ваших коллег? Как с ним справляетесь? И вообще, как встретили новогодние праздники, и вообще нашу матушку Зиму, которая уже очень сильно холодная? Да, действительно, предприятие у нас немаленькое. Значит, у нас 42 котельных, 13 СТП – это центральный тепловой пункт, который является распределителем тепла по потребителям. 7 ИТП – значит, одно ИТП находится во временной эксплуатации, и несколько ИТП, 5 ИТП, значит, находятся в технической обслуживании. То есть, если, например, кто-то построил, значит, эксплуатацию отдали нам, мы занимаемся эксплуатацией. А балансовая принадлежность, естественно, застройщику. Значит, ну что, да, зима началась. Значит, для нас, для нашего предприятия… Лето, наверное. Чем холоднее, тем лучше. Почему? Ну, потому что прибыль предприятия… Значит, в любом случае, если, скажем, погода такая дождливая, в зимний период времени, значит, мы электроэнергию потребляем, газ потребляем, вот, ну, прибыль довольно-таки небольшая получается. Значит, как только у нас морозы ударили, вот, значит, мы температуру поднимаем, естественно, это нам в плюс. К морозам, конечно, были готовы, вот, как прозвучал вопрос, значит, как мы встретили Новый год. Знаете, как старая пословица, сани готовят летом, а телегу зимой. Ну, вот те сани, на которых мы сегодня едем, значит, мы готовили летом, согласно плану капитального ремонта, утверждена администрация Леберетского района. Ну, скажем так, на сегодняшний день, вот сегодня, повреждений по Леберетской теплосети нет. Аварийно-диспетчерской службы находится, так скажем, режим ожидания, сидят на рабочих местах, занимаются приведением техники в порядок там. Ну, сейчас помыть технику сложно, потому что она замерзает, вот. Ну, в любом случае, там, убраться в кабине, проверить двигатели, масло там. Пред новогодними праздниками три недели, ровно три недели, значит, аварийно-диспетчерская служба не выезжала, заявок не было, находился в режиме ожидания. Новогодние праздники, там, 10 дней, но в любом случае у нас были объявлены рабочими днями, это 3-е, 4-е, 5-е число мы выходили на работу, обыкновенный рабочий день. В течение 10 дней, то есть 31-го, это выходной был, и по 10-е число аварийно-диспетчерская служба также не выезжала. То есть обращений граждан, порывов, технологических сбоев не было. Значит, с приходом морозов мы подняли температуру, за счет увеличения температуры есть такая позиция линейного расширения, коэффициент линейного расширения трубопроводов, значит, появились там частично порывы, ну, выехали, все устранили в срок. Вот, на сегодняшний день. Вчера, значит, были организационные работы у нас, значит, совместно с жилищным трестом, вот, 380-е дома занимались, вот, скажем так, помогали друг другу, вот, никого в беде не бросили, вот, а так все в рабочем порядке. В штатном? Да, в штатном, нормальном рабочем порядке. Дмитрий Иванович, наводящий вопрос про... В России люди обычно такие здоровяки, проживали раньше, сейчас не знаю, и на ночь обычно открывают или форточку, или балкон. Вот, если в доме 200 квартир, и каждый вечер на ночь откроют форточку, влияет ли это как-то на тепловой режим, тепловой комнату? И на ваши какие-то убытки? Конечно, конечно. Значит, в свое время, в свое время, значит, мы сделали такую программу, значит, называется теплосъемка. Значит, над городом покружил вертолет с определенным своим оборудованием, и, значит, нам картинку всю это выложил. Значит, при условии, что даже если, например, жилой фонд, ну, форточку в любом случае надо открывать, проветрить помещение, это неоспоримо, но есть, например, такие большие магазины, где стеклянные вот витрины. Это сейчас вот пластик как бы начали делать, вот окна, значит, пластиковые, двухкамерные, там, однокамерные, как бы более эффективно используются. А раньше, значит, помните, как железная рама, значит, там стекло, резиночка вставлена, и, значит, на этой картинке, там, где тепло, там показывается вот красным, скажем так, красное вот это пятно, показывает, что это уходит температура. Значит, в районе, вот в своё время, спутник магазин, по-моему, был, назывался, вот, значит, вот оттуда просто, знаете, полгорода нагревают за счёт того, что вот тепло уходит. Значит, конечно, конечно, влияет и чердачное помещение, если не закрыто, значит, тепло уходит. Каким образом оно уходит? Оно не просто уходит на улицу, то есть и воздух подогревает. Дело в том, что трубопроводы, которые находятся в чердачном помещении или в подвальном помещении здания, если, например, сквозняк или холодно, значит, это идёт потеря тепла, то есть съём дополнительный с трубопровода этого тепла, и обратный трубопровод, то есть я имею в виду вода, вода в обратном трубопроводе, она уже по кругу ходит, эта вода, приходит с меньшей температурой, и нам нужно будет, значит, больше усилий. Подогревать ещё раз. Да, да, большее количество газа, значит, электроэнергии использовать для того, чтобы подогреть его и выйти опять на тот же самый нужный уровень по температуре, я имею в виду. Наверное, не случайно вы стали устанавливать в городе Люберцы, наверное, программа уже завершается, тепловые счётчики. Ну, значит, тепловые счётчики. Существует закон, что, значит, каждый потребитель должен быть, ну, здание, я имею в виду, здание потребитель должно быть оборудовано тепловыми счётчиками на воде. Значит, тепловой счётчик, он является коммерческим прибором учёта. Значит, это очень и очень большой плюс. Дело в том, что, во-первых, потребитель, он сам способен регулировать позицию отпуска тепла. То есть, лишний раз не открывать окна или балконы, как вы говорите, а правильно, правильно расходовать ту тепловую энергию, которую ему дали. Помимо тепловых счётчиков, помимо тепловых счётчиков, конечно, неплохо бы устанавливать приборы Danfoss, которые регулируют количество воды поступаемое, то есть не количество температуры, то есть не температура, а именно количество, потому что ограничением количества воды можно ограничить количество, ну, то есть температуру. Значит, устанавливают их на батареях, то есть вот радиатор какой-то стоит, рядом, значит, этот прибор. Если человеку жарко, а у него, значит, тепловой счётчик стоит, он может спокойно его прижать, выставить ту комфортную температуру, как ему хочется. Это как в гостиницах в иностранных? Совершенно верно, да. Но там, например, слип-системы стоят, то есть кондиционер с возможностью подогрел, значит, выставил температуру, какую надо, а здесь просто регулятор. То же самое? Да, то же самое. Единственное, что нет возможности на сегодняшний день устанавливать тепловые щечки по квартирной. Я имею в виду не на горячую воду, а имею в виду на тепловую энергию, которая подается. Потому что проекты домов, они на сегодняшний день сделаны так, что, скажем так, подача воды, значит, или она сразу, ну, то есть теплофикционной воды, она идет или сразу на чердак, потом спускается вниз и распределяется, значит, через потребителя, через радиаторы. Или, наоборот, снизу поднимается, проходит через потребителя, через радиаторы, где-то за кольцовкой, там, или на пятом, или на девятом этаже, и через соседнюю комнату, а то, может быть, и через соседа, который находится за стенкой, идет циркуляция этой воды. Кто-то сидит на подающем трубопроводе, кто-то сидит на обратном трубопроводе. Разница в градусах есть. Если у этого, например, где-то там, ну, на какую-то температуру, там, 74, а у соседа, у которого есть обратка, да, у него не 72, а порядка 70, понимаете? И здесь поставить счетчик, как они будут. Если, например, шел общий стояк и ответвление шло на каждую квартиру, тут вот, хотя сейчас, сейчас уже проектируют дома вот именно с этой позиции. Вот, насколько я слышал, значит, в поселке Октябрьском, в Люберцах тоже есть такая программа и такие проекты, где уже строительство и коммуникация вот именно внутренних систем отопления здания выходят вот в такую позицию и устанавливаются счетчики. То есть есть возможность установки счетчиков. Так что вот так. Значит, и сегодня, на сегодняшний день, значит, на, скажем так, бюджетной организации, это детские сады, школы, мы взяли на себя такую, скажем, программу по поводу установки тепловых счетчиков непосредственно в школах и детских садах. Поскольку у них в бюджет деньги на эти услуги или, там, скажем так, на установку счетчиков, они не были заложены на 2011 год, мы, скажем так, вложили свои деньги, сделали разбивку по договорам, вот, значит, и на сегодняшний день 20 школ мы установили счетчики тепловые. Вот, значит, деньги, как бы, они со временем к нам вернутся, потому что они на 2012 год бюджет их вбивают. И на сегодняшний день, значит, планируем в 2012 году, значит, такую работу провести по детским садам. То есть выбрать определенное количество детских садов, ну, для того, чтобы мы, знаете, как, не взять 40, а сделать 20, взять именно столько, сколько мы можем. Дело в том, что счетчики мы устанавливаем сами, у нас есть лицензии, есть группа, которая их устанавливает и впоследствии обслуживает. Счетчики берем напрямую с завода, то есть без всяких накруток финансовых. То есть, ну, город наш, я имею в виду, здесь мы живем, здесь нам работать, здесь же наши дети учатся, их детские сады ходят, то есть как-то надо помогать. Андрей Львович, на Вашем месте несколько дней назад сидел юрист одной из управляющих компаний города Люберцы. И когда зашел разговор про должников, она сказала, что у нас есть поставщики услуг, допустим, Люберецкая теплосеть, да, они каждый месяц поставляют нам добросовестно свои услуги, требуют взамен за услуги деньги. И вот возникает патовая ситуация. Услуга есть, денег нет, деньги есть, услуга есть. Немножечко не так, немножечко не так. Значит, на сегодняшний день, да, есть большое количество должников, которые должны. Значит, но, но, люди, которые, это в основном, скажем, кооперативные дома, ТСЖ, управляющие компании, вот, есть, значит, такие позиции, что, значит, долг составляет 36 миллионов, вот, 25 миллионов. Это сейчас? Да, да, на сегодняшний день. Значит, общая задолженность от должников, вот, которым мы поставляем тепловую энергию, составляет на сегодняшний день 102 миллиона. Ну, там, 300, там, 68, по-моему. Вот. Значит, откуда это берется? Значит, если, например, какой-то жилой дом. Ну, в жилом доме, в жилом доме, ну, одна-две квартиры задолжники. Одна-две квартиры. По определенным стечениям обстоятельств, это, как бы, понятно, все мы люди, все мы все это понимаем. Если, например, какой-то ТСЖ, вот, значит, у них на балансе, на обслуживании один, два, три дома. Люди, люди, которые получают тепловую энергию, они платят, у них есть квитанции, они оплатили эти услуги. Но именно руководство ТСЖ, они эти деньги, мы будем называть их целевые, потому что они идут, должны пойти, значит, на оплату тепловой энергии наших услуг. Значит, они расходятся по другому, скажем так, критерию. Ну, например, какой это, может быть, критерий. Значит, в прошлом году, в декабре месяце, 26 декабря, значит, пошел ледяной дождь. Большое количество крыш, кровель, значит, было повреждено. И, значит, вот эти ТСЖ, например, вот у них деньги есть, они, значит, им надо кровлю делать, иначе просто люди тонут, это раз. Второе, значит, здание разрушается, они перебрасывают туда эти финансовые средства, а с нами, мы с вами рассчитаемся. Значит, существует, как бы, не вопрос, а не постановление, а решение, что с должниками должным образом надо бороться. Но, с другой стороны, каким образом мы можем бороться? Мы можем только, значит, ограничить или отключить тепловую энергию. Но каким образом отключить эту тепловую энергию, если в квартире живут люди, дети, значит, люди преклонного возраста? Ну, извините, мы живы нормальные, цивилизованные люди. Значит, суды, вот, ну, как правило, значит, они посмотрели, значит, что судебное разбирательство прошло, выставили там какое-то решение, составить график, погашение задолженности. Ну, понимаете, на сегодняшний день, если у нас план капитального ремонта, в общем, по предприятию составляет где-то вот 134 миллиона, да, 134 миллиона, то вот эти деньги, которые нам должны на сегодняшний день, вот 102 миллиона там с несколькими тысячами, то есть, представляете, сколько мы могли бы сделать не для себя, для города, то есть, переложить тепловые сети, значит, улучшить оборудование, улучшить качество оборудования. Андрей Львович, ну и подошли мы, наверное, к крайнему вопросу, модернизация оборудования, не знаю, там, магистральных сетей, повышение квалификации, повышение зарплат, вот оптимистические планы на будущее, что нам гранили? Нет, подождите, они не оптимистические, они реальные. Значит, по ЦТП планы, также вот в 11-м году, вот фактически перед Новым годом, мы закончили реконструкцию ЦТП-12, это ЦТП-ТС на северной стороне тоже города. Там, скажем, это ЦТП было перегружено, в свое время, когда отдавали нам котельную железнодорожную дистанцию, которая находится на Красногорке, вот, нам приходилось там определенное переключение делать, и как бы ЦТП было загружено. Значит, разгрузили ЦТП, установили оборудование, скажем, в другом месте, значит, разветвление сетей сделали, сэкономили порядка, не порядка, а точно, значит, 40 тонн воды, значит, ее перенаправили, вот, и, в общем-то, сейчас позиция по жилым домам, там, 50 лет комсомола, 8, 10, 12, и там вот институт сейчас, даже не институт, а академия коммунального хозяйства, то есть, как бы повысили эффективность теплоослабжения вот этих зданий. То есть, планов много, планов много, значит, и это, и это, и это хотелось. Значит, плюс еще привлекаем инвесторов, значит, нас в городке, не в городке, а на Октябрьском проспекте, ЦТП-12, это Кирово-12, значит, там, где вот стадион Торгмаш, бывший стадион, значит, будет вестись застройка, мы там выступаем, как бы, преобразователями, я имею в виду то, что тепло идет от люп-энергоснаба, это котельная около железной дороги, мы оттуда берем тепло, значит, приходит наш ЦТП, мы перераспределяем, и тем самым, тем самым, значит, будем отдавать тепло вот на этот строящийся микрорайон. Тем самым, значит, мы как бы привлекаем инвесторов для того, чтобы и сети переложили, и установили то оборудование, которое бы нам хотелось. Почему? Потому что, ну, есть определенные наработки, ну, сами понимаете, теплосеть не вчера организовалась, есть определенные наработки, мы знаем, какое оборудование более лучше отвечает каким-то определенным техническим требованиям, каким-то, скажем, экономическим, и в сфере обслуживания, естественно, сами понимаете. О чем я хотел сказать? То, что какое бы оборудование ни было, вот пусть оно там самое лучшее, там, немецкое, все зависит от того, как его установить. То есть, можно, знаете, как купить автомобиль Мерседес и уробить его за месяц, а можно купить Жигули и ездить 10 лет. Ну, то есть, как бы тут соотношение такое, приоритет все-таки к людям. Ну, а так, планов много. Андрей Леонидович, я думаю, что мы с вами ближе к тем самым праздникам майским встретимся, когда у нас уже будет тепло, и вы расскажете о своих очередных планах. Уважаемые телезрители, это была программа «Открытый диалог». Сегодня вечером загляните в свои квитанции об оплате услуг жилищно-коммунальных. И если у вас образовалась задолженность, оплатите, потому что у вас в квартирах всегда есть тепло. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!